Всероссийский форум рабочей молодежи и платформы Росмолодежь События в 2023 году пройдет с 7 по 10 сентября в Перми. Площадка станет местом общения, нетворкинга, обмена опытом и повышения компетенции в сфере карьерного и личностного развития. О программе форума, возможностях, которые он дает, а также о спикерах и участниках поговорим с руководителем трека Росмолодежь Карьера Дмитрием Литвиным. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Расскажите, какие ключевые цели форума? Форум наш проходит в 11 раз, уже 11-й Всероссийский форум рабочей молодежи. Для нас это ключевая коммуникационная площадка для объединения усилий молодежи со всей страны, представителей компаний из государственного сектора и бизнес-компаний, которые, собственно, соберутся на форуме для того, чтобы через реализацию кейсов, через решение кейсов поговорить о престиже рабочих профессий, выработать какие-то механизмы по повышению престижа рабочих профессий в молодежной среде, раскрыть потенциал молодых специалистов для того, чтобы простимулировать их самореализацию. Это, в свою очередь, поспособствует, мы уверены, экономическому и культурному развитию нашей страны. Ну и обязательно мы поговорим о популяризации сообществ молодежных в регионах нашей страны. Ну и в целом через популяризацию молодежных сообществ о возможностях повышения компетенции рабочей молодежи и, собственно, механизмах карьерного и личностного развития работающих молодежей. Вы сказали, что форум проходит уже в 11 раз. Есть ли какие-то особенности в этом году? Ну, во-первых, с точки зрения таких статистических цифр, в этом году конкурс на место, собственно, за возможность попасть на форум самый большой за всю историю, больше 10 человек на место. Это один из самых востребованных форумов во всей линейке Росмолодежи. Это первое. Второе. Мы проведением форума открываем новую площадку для федеральных мероприятий, а именно Дворец молодежи Перми, собственно, которая по программе «Регион для молодых» будет открыта. В-третьих, из того, на что хочется обратить внимание, это классные спикеры, в первую очередь герой Российской Федерации, космонавт Сергей Рязанский, который выступает с лекцией о формировании мышления и мотивации и о механизмах преодоления страха. Из того, на что хочу обратить внимание, об особенностях, мы в этом году предусмотрели во время проведения форума достаточно большое количество образовательных мероприятий по личностному развитию участников, внедрили защиту грантовых конкурсов Росмолодежи и, как я уже сказал, у нас будут представители компаний, вместе с которыми мы сможем обсудить перспективы развития сообществ молодых специалистов в корпорациях. А вот если говорить о такой практической составляющей, о таком практическом результате форума, он будет идти три дня, какие возможности именно в практическом смысле даст форум участникам? Ну, во-первых, это такая мотивация и вдохновляющие определенные элементы, поэтому я уверен, что участники форума как минимум не останутся разочарованными потраченным временем и большое количество полезной информации и полезных знакомств подчеркнут. Обязательно во время форума мы вместе с участниками разработаем некий манифест работающей молодежи, который мы хотим в дальнейшем распространить по завершению форума, по крупнейшим, желательно вообще по всем предприятиям нашей страны. Обязательно мы проговорим и проработаем, и участники форума получат такие индивидуальные траектории, можно сказать, своего карьерного развития внутри компании. Ну и, как я уже анонсировал, это возможность взаимообмена опытом с действующими сотрудниками крупных корпораций. Важной составляющей форума станет работа различных в образовательных, в том числе площадах. Кто будет являться экспертами в целом на мероприятии? То есть кто будет заоценивать участников, помогать им в том числе в развитии карьерных траекторий? Ну, наверное, давайте скажем, что тут не оценивать участников, а действительно помогать советам. И более того, большая часть экспертов едут туда не только для того, чтобы помочь, но и что-то почерпнуть для себя. Такое, знаете, реверсивное наставничество, даже не боюсь этого слова. А если говорить про конкретные примеры, то у нас достаточно большое количество участников представляют, как я уже сказал, наши крупные производственные градообразующие нефтегазовые компании, такие как Сербутнефтегаз, Росгеология, Росгидро, РЖД, Росатом и множество других известных и таких серьезных компаний, которые будут представлены на форуме не только своими экспертами, но и, собственно, участниками, работающими молодежью, в общем, молодыми людьми, которые стремятся построить свою карьеру внутри компании, внутри своего региона. Я знаю, что регистрация участников уже завершена. Сколько зарегистрировалось желающих принять участие в форуме? Как я уже сказал, у нас конкурс на место около 10 человек. Если быть точным, то без малого 3000 заявок мы получили на, собственно, 300 мест участников, которые, надеемся, доедут до славного города Пермь. И вместе с нами проведут этот форум рабочей молодежи. И, как я уже сказал, количество регистраций рекордное за все время проведения форума. Благодарю вас за такое резюме. Будем следить за событиями такого крупного мероприятия. Напомню, что сегодня мы говорили о всероссийском форуме рабочей молодежи платформы «Росмолодежь. События» с Дмитрием Литвиным, руководителем трека «Росмолодежь. Карьера». Спасибо вам за это интервью. Продолжение следует...